Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дистанция». Меня зовут Ксения Туркова. Как всегда, по средам мы рассказываем о самых интересных, самых важных, самых резонансных расследованиях и исследованиях недели. И сегодня в нашей программе, как всегда, несколько тем. Во-первых, мы поговорим о том, как Кремль придумал схему, масштабную схему серой пропаганды, чтобы фактически охватить ею весь Запад. Также о том, что скрывает российский вице-премьер Дмитрий Патрушев, которого называли преемником Путина. Но сначала несколько слов о ситуации в Курске, к которой сейчас, конечно, приковано все внимание. И поскольку мы в нашей программе рассказываем об эксклюзивных материалах независимых медиа, обычно я несколько слов об этом скажу. Различные независимые российские медиа пишут сегодня о ситуации в Курске, за ней внимательно следят. И вот в частности, об этом пишет издание «Верстка». Жители приграничной Суджи Курской области рассказали журналистам «Верстки», что в районах, охваченных боевыми действиями, почти нет связи, власти не организовали эвакуацию, и желающим уехать приходится выбираться своими силами. В Судже отключили электричество и воду, рассказала «Верстке» жительница города Марина. По ее словам, там остался отец, и узнать о том, что происходит в городе, сейчас можно только от тех, кто оттуда выехал, так как связи там совсем нет. Власти, как я уже сказала, не организовали эвакуацию в приграничных районах, и жители могут рассчитывать только на волонтеров. Об этом рассказала «Верстке» Елизавета из Ростова, у которой в деревне рядом с Суджей живут бабушка и прабабушка. Также «Верстка» выяснила, что в Курской области на ограничащих с Украиной территориях, вероятно, не были построены необходимые укрепления, на которые, между прочим, власти выделили более 3 миллиардов рублей. Ну, о ситуации в Курске, конечно, пишут активно провоенные российские Z-каналы, и они во многом сейчас становятся источниками информации. Об активности пропагандистских телеграм-каналов мы сегодня и будем говорить. Издание «Новой газеты Европа» выпустило большое исследование на эту тему. Журналисты выяснили, что даже после блокировок пропагандистских медиаресурсов, таких как, например, «Раша Тодэй» и «Спутник», западные страны при этом все равно просто наводнила пропаганду, но серая пропаганда – это сотни телеграм-каналов, которые распространяют кремлевские нарративы на десятках языков. С нами сейчас на связи автор этого исследования, журналистка «Новой газеты Европы» Дарья Таланова. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем поговорить о самом исследовании, я вас, собственно, хотела спросить, что сообщают вот эти телеграм-каналы, которые вы исследовали, которые пишут на иностранных языках, что они сейчас сообщают западной аудитории о ситуации в Курске? Ну, основной вывод нашего исследования – то, что «Раша Тодэй» – официальная российская пропаганда, вот эти рупоры кремля на Западе, которые были запрещены, они все равно как-то пытаются продвигать свои нарративы за рубежом. И для этого они создали огромные сети телеграм-каналов. И что по поводу Курской области, они продвигают традиционные нарративы Кремля. Самые большие, самые значимые телеграм-каналы с сотнями тысяч подписчиков просто ограничиваются тем, что… либо цитируют президента о том, что ВСУ бьет по машинам скорой помощи, например, или про то, что основная часть вот этих диверсионных группировок была остановлена прямо на границе. То есть они берут какие-то нарративы Кремля, которые создаются в России, и на разных языках продвигают эти нарративы на Западе. Например, на немецком языке эта журналистка достаточно известная Алина Лип, она цитирует президента, цитирует Симоньян и пишет на немецком языке для германоязычной аудитории. В каких странах вообще популярен телеграм и на каких языках вот эти пропагандистские каналы ведутся? Популярен на всем Западе, особенно сконцентрированы эти каналы в Германии, а также в США, на ближнем зарубежье. Это Армения, Беларусь, Молдова, страны бывшего соцблока, также Сербия. В совсем далеких странах Италии и Испании тоже есть свои сетки. Свои сетки есть в странах глобального юга, но в этом исследовании мы рассказываем именно про страны Запада. И Средняя Азия, Центральная Азия. Я, кстати, с удивлением узнала, что в США популярен телеграм, потому что я так не вижу, чтобы им массово пользовались американцы, но может быть, это какая-то тенденция последнего времени. Какие телеграм-каналы пропагандистские популярны в США? Интересная стратегия российской пропаганды искать, как бы мы их назвали, фриков на Западе. Это могут быть разные республиканские силы, праворадикальные, блогеры в разных странах, но в основном это последователи движения QAnon, популярные в США, а также Германии. Но это американское движение республиканского толка. И они подхватывают нарративы Кремля, потому что это корреспонтирует с их собственным мироощущением. Почему вообще телеграм появился на Западе, почему он стал популярен в каких-то странах, популярнее, а в каких-то нет, это всё сильно было завязано на политике площадки, на свободной политике площадки, которой сам Дуров постоянно говорит о том, что в телеграме нет цензуры. И поэтому в 2020 году, когда грянул ковид, туда зашло очень много антиваксеров. Это была единственная площадка, на которой они, собственно, могли спокойно себя чувствовать. Их там просто не блокировали. И поэтому в разных странах Запада, например, во Франции, появились телеграм-каналы с теориями заговоров и с антиковидными идеями. И если мы говорим про США, то это, как правило, люди, которые поддерживают республиканцев, поддерживают Трампа, и эти нарративы Кремля хорошо вписываются в их картину мира. И мы решили изучить эти нарративы и откуда они, собственно, приходят. Например, такой популярный нарратив за последний год, что Украина торгует детьми. И этот нарратив под авторством Russia Today сейчас очень популярен на Западе, в том числе в США, именно у каналов, сторонников движения QAnon, которые поддерживают Трамп. Вот вы говорите, что такой всплеск был во время ковида, когда активизировались противники вакцинации и сторонники разных теорий заговора. Но вы в вашей публикации, в исследовании говорите о том, что масштабный всплеск произошел после начала полномасштабной войны России против Украины, когда Кремль стал активнее вот эти пропагандистские усилия предпринимать. Да, с начала войны Телеграм, зарубежное вот этот прокремлевское его крыло, выросло в два раза. Это было резкое увеличение количества просмотров. Тема войны стала гораздо более популярной. Тогда зашли военкоры. И еще важный вывод нашего исследования, что все эти каналы, они связаны между собой каналами российских пропагандистов. Например, рыбарь. Это что значит? Это значит, что все эти каналы цитируют российских пропагандистов. Собственно, поэтому они образуются в какую-то более-менее органичную сеть. И они все связаны друг с другом. Они друг друга поддерживают. То есть они связаны с конкретными личностями, с конкретными российскими пропагандистами? Это другая часть исследования. Мы обнаружили шесть сеток, которые напрямую можно связать с российскими пропагандистами, которые были созданы российскими пропагандистами. Например, очень популярный в России телеграм-канал Юрий Аподоляки. Есть такой пропагандист. И он создал очень масштабную сеть телеграм-каналов, которая называется InfoDefense. И это канал на 30 разных языках. И такую же сеть создал тоже популярный телеграм-канал Rocket. И мы таких сеток обнаружили шесть. Они пишут на разных языках, сильно связаны друг с другом. и распространяют нарративы Кремля. Например, Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, переметувшийся на сторону России, который сейчас открыто заявляет, что он борется с киевским режимом, он тоже создал свою сеть телеграм-каналов на разных языках, чтобы толкать нарративы Кремля, не сталкиваясь с цензурой. Потому что официально на Западе запрещены Rush Today и Спутник. А серая пропаганда не запрещена. Ее гораздо сложнее отслеживать, гораздо сложнее ее запрещать. Ну вот мы к серой пропаганде еще вернемся. Раз вы упомянули Rush Today и Спутник, я хотела спросить, как они обходят блокировки? Ну, у Rush Today и Спутник есть разные персонали. Эти люди, их корреспонденты заводят свои телеграм-каналы и продолжают распространять нарративы Кремля на Западе. Также Rush Today и Спутник продолжили вещание, то есть продолжили вести свои соцсети на разных языках. Единственный спутник, вот, например, который закрылся, это спутник Эстония. Потом эти телеграм-каналы и сайты Rush Today и Спутник создают зеркала и просто дублируют свой контент на разных, в разных телеграм-каналах, на разных сайтах. И, то есть, они не перестают работать, а регуляторы Евросоюза не заботятся о том, чтобы эти каналы эффективно блокировать. Это ложится на плечи, это ответственность конкретно государств. И какие-то государства действительно блокируют зеркала, но большинство закрывают на это глаза или не замечают эти зеркала и Rush Today спокойно продолжают существовать. Возвращаясь к телеграм-каналам, вы пишете о том, что им в частности помогают и местные блогеры, какие-то волонтеры, я не знаю, желающие. Вот можете об этой части чуть-чуть подробнее рассказать? Да, есть местные блогеры в разных странах, которые искренне поддерживают Путина, поддерживают вторжение. И многие из них, например, итальянский журналист, можно так сказать, поехали на Донбасс, чтобы рассказывать о ситуации на Донбассе с российской точки зрения на итальянском языке. Есть уже упомянутая Алина Лип, которая уехала из Германии в Россию и теперь пишет тоже репортажи с Донбасса, снимает фильмы о Донбассе на немецком языке. Есть ее коллега Томас Рёпер, который тоже уехал с Германией, потому что он был не согласен с политикой европейских стран. И они сотрудничают сейчас с Rush Today, получают от Rush Today гонорары и по сути работают на российскую пропаганду и делают это на иностранном языке. И с помощью таких блогеров собственно российская пропаганда добирается до своей аудитории на Западе. Вот вы знаете, у нас есть коллега Алекс Григорьев, он собирает заголовки российских медиа, у него уже довольно большая коллекция, о том, как жители разных западных стран якобы массово устремились в Россию. И вот он собирает такие истории, заголовки. Эти материалы это результаты в том числе усилий вот этой армии телеграм-каналов? Ну, этого я не знаю, это нужно смотреть, кто автор какой-то конкретной теории, какого-то конкретного мифа. Это действительно можно отследить, это не всегда очень просто. Вот, но если какой-то миф... Вот сам нарратив о том, что с Запада люди устремились в Россию, потому что здесь все катится в тартарары, а вот в России традиционные ценности. Этот нарратив распространяется в телеграм-каналах, которые вы исследовали, правильно я понимаю? Про традиционные ценности. Да, у нас есть анализ нарративов. Мы решили... Мы скачали контент с этих телеграм-каналов и проанализировали, какие нарративы они распространяют. Вот. И популярные... Ну, самые популярные нарративы, понятное дело, связаны с войной, про то, что украинское контрнаступление проваливается, у России оружие лучшее и мощнее. Это... Это также нарративы, связанные с политикой иностранных государств. Это поддержка традиционных ценностей, борьба, например, с ЛГБТ. И... Ну... связанные... Это просто нарративы российской пропаганды, переведенные на другие языки. По каким критериям можно судить об эффективности этих каналов? Вот мы разговаривали с экспертами на эту тему, потому что действительно оценить эффективность достаточно тяжело. Мы можем посмотреть аудиторию этих телеграм-каналов, мы можем посмотреть их охваты. Они действительно большие. Это миллионы просмотров в сутки. даже, по-моему, десятки миллионов просмотров в сутки. Это огромное значение. Но что нам это говорит? Это все нужно сравнивать с чем-то. И если мы, например, поспрашиваем людей, какие нарративы, например, китайской пропаганды вы знаете, и мало кто сможет ответить. А нарративы российской пропаганды на Западе все знают. Например, то, что НАТО расширяется на восток. Или то, что Украина хочет вступить в НАТО. В общем, все эти нарративы многим, кому известно, это, скорее всего, может говорить о том, что российская пропаганды действительно работает, как-то работает, и это достаточно эффективно. У меня такой вопрос в заключении. А как западный зритель может обезопасить себя от вот этих установок, от влияния этих телеграм-каналов? Потому что во многих странах, особенно в странах с традицией демократии давней, где у людей нет иммунитета к таким вещам, там люди очень доверчивые, и они думают, что, ну, подумаешь, там, телеграм-канал, это просто плюрализм, вот разные мнения. Как может западная аудитория себя от этого обезопасить? Что вообще с этим можно сделать? Ну, вот, чем хорош телеграм-канал, там нету системы рекомендаций. То есть, если вы случайно забредете в какой-то сегмент телеграма, вас потом не будет как YouTube терроризировать похожими каналами. Это, конечно, преимущество. Ну, наверное, просто проверять информацию, смотреть, кого репостят телеграм-канал, на который вы подписались, и просто следовать какой-то информационной гигиене. Не знаю. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была Дарья Таланова, автор большого исследования новой газеты Европы о том, как работает серая пропаганда Кремля. Обязательно почитайте. Мы рассказали только небольшую часть этого исследования, познакомили вас с какими-то основными выводами, но, как я уже сказала, эта работа очень-очень большая, масштабная. А какие еще расследования выходили на этой неделе? Об этом расскажет в нашем традиционном обзоре моя коллега Лура Зайцева. Великобританию охватили антимигрантские погромы после публикации фейка на связанном с Россией новостном канале. Как глава контрразведки ФСБ, ответственный за арест Гершковича, оказался подпольным миллионером? От кого Патрушев-младший получил усадьбу под Тверью? И где находится украденный российскими военными енот Херси? Дайжест расследований за неделю. Телеграф Великобританию охватили антимигрантские погромы после публикации фейка на связанном с Россией новостном канале. В Великобритании уже неделю продолжаются масштабные беспорядки, направленные против мигрантов. 29 июля в Саутпорте преступник с ножом убил трех девочек в возрасте от 6 до 9 лет в детском клубе Hope of Heart. Подозреваемого 17-летнего юношу из соседнего города задержали. Согласно информации Телеграф, волнения против мигрантов начались из-за слухов, что убийца якобы является мусульманином, который прибыл в Великобританию на лодке. Эти слухи впервые появились на сайте Channel 3 Now, который маскируется под Американское новостное агентство. Несмотря на многократные опровержения, ультраправые группы продолжали нападать на полицейских и штурмовать отели, в которых размещены мигранты, требуя прекращения нелегальной иммиграции. Сайт Channel 3 Now представляет собой агрегат настоящих и фейковых новостей. По данным Telegraph, YouTube-канал ТВ-ресурса был запущен в 2012 году. Профессор Стивен Хатчинс из Манчестерского университета отмечает, что сложно понять, как малоизвестный сайт оказался в центре конфликта. Он считает, что такие фейковые ресурсы могут использовать для дестабилизации общества в Великобритании и других странах. По данным BBC, по всей Великобритании было арестовано как минимум 90 человек за участие в беспорядках. Инсайдер Глава контрразведки ФСБ, ответственный за арест Гершковича, оказался подпольным миллиардером. Согласно Инсайдеру, операцию против журналиста Ивана Гершковича проводила первая служба контрразведки, которая возглавляется генералом Владиславом Менщиковым. Менщиков, как сообщается, лично докладывал Путину о деле Гершковича. Журналисты отмечают, что первая служба под видом шпионов арестовывает многих иностранных журналистов для пополнения обменного фонда. Изначально главная цель ареста Гершковича была в том, чтобы обменять его на офицера российских спецслужб Вадима Красикова, которого власти Германии обвиняют в убийстве чеченского полевого офицера Зелимхана Хангашвили. Инсайдер также утверждает, что Менщиков связан с коррупцией в оборонной сфере и владеет дорогим имуществом через родственников, а в частности через свою дочь Татьяну. Она управляет коммерческой недвижимостью в Москве, а также бизнесом по продаже товаров гигиены. Татьяна и ее бизнес-партнер Ян Новиков из госконцерна «Алма Сантей» имели совместные интересы, а семья Менщикова получала госконтракты от этого концерна. Система. Патрушев-младший получил усадьбу под Тверью от бизнесмена, которому помог получить деньги от Госбанка. Журналисты проекта «Система» выяснили, что вице-премьер Дмитрий Патрушев, сын помощника президента и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева получил дачу от владельца агрохолдинга «Агропромкомплектация» Сергея Новикова стоимостью около 2 миллионов долларов. Ранее Новиков признавал, что успех его агрохолдинга во многом связан с поддержкой Дмитрия. Благодаря Патрушеву агрохолдинг стал одним из самых ведущих игроков на рынке, получив около 35 миллиардов рублей кредитов на развитие бизнеса в Курской области. Согласно выписке из Росреестра, в июле 2023 года Сергей Новиков переоформил один из своих участков на Российскую Федерацию. Однако журналисты выяснили, что на самом деле участок был переписан на Марину Артемьеву, неофициальную жену Дмитрия Патрушева. Расследование показало, что в дополнение к участку в Твери на Артемьеву также оформлена недвижимость общей стоимостью около 31 миллиона долларов. В это имущество входит часть поместья Патрушева в Подмосковье, особняк в Серебряном Бару, а также две квартиры в элитном жилом комплексе «Золотой» напротив Кремля. Дмитрий Патрушев находится под персональными санкциями, введенными Украиной, Канадой, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией. Он также включен в различные санкционные списки, связанные с делом Навального и российским вторжением в Украину в 2022 году. Важные истории. Как российская армия использует украденного из Херсона енота? В ноябре 2022 года перед тем, как российские войска покинули Херсон, Олег Зубков, глава парка Львов-Тайган и Ялтинского зоопарка «Сказка», опубликовал видео, на котором он вывозит животных из зоопарка в Крым по указанию назначенного Россией главой Херсонской администрации Владимира Сальда. Видео, на котором Олег Зубков хватает енотов в Херсонском зауголке, за хвосты и кидает в переноски, облетело весь интернет. По информации важных историй, один из енотов, Херси, стал символом российских десантников и получил популярность в Телеграм. У канала почти 53 тысячи подписчиков. Ему также собирали деньги на нужные на войне вещи. Это цитата. Журналисты сообщают, что енот стал объектом использования российскими артистами и пропагандистами. Владельцем енота, по данным важных историй и волонтерского проекта UA Drone Forces, оказался 31-летний Роман Наумов из 98-й гвардейской дивизии ВДВ, который вел канал и собирал средства на карту жены Анастасии. В Москве, Дубне и Иваново открылись пункты сбора гуманитарной помощи под брендом «Бункер енота Херсона». Осенью 23-го года в канале енота появилось сообщение о завершении проекта из-за, цитата, «предательства», и помощь рекомендовали направлять через бункер. Наумов завел новый канал, объявив о переезде енота в Москву из-за небезопасности в зоне так называемой СВО. На вопросы важных историй Наумов не ответил, а Азубков заявил, что все еноты находятся в парке Тайган и десантникам он никого не отдавал. На этом все. Берегите себя. Обзор расследования недели от моей коллеги Лоры Зайцевой. Вот об одной из публикаций, о которой сейчас рассказывала Лора, мы и поговорим. Что скрывает Дмитрий Патрушев, которого называли возможным преемником Владимира Путина. Наши коллеги из проекта «Система» выпустили об этом расследование. Подробности нам рассказал его автор Сергей Титов. Сергей, скажите, почему вас вообще привлекла фигура Дмитрия Патрушева как объекта для расследования? Чем он известен? Ну, формально, Патрушев это крупный, высокопоставленный, как принято говорить, федеральный чиновник. Он 14 лет курирует российское сельское хозяйство, ну там, в разных статусах. К 46 годам он стал вице-премьером, который по-прежнему курирует сельское хозяйство и еще там экологию, ну какие-то еще несколько сфер. Но, естественно, основной интерес к Дмитрию Патрушеву он возникает в связи с тем, что он, по сути, такой принц клана Патрушевых. То есть, это старший сын Николая Патрушева, одного из ближайших соратников Владимира Путина. Там они познакомились еще в КГБ о Ленинградском в 70-х. А Дмитрий Патрушев это, ну, его главный наследник Николая Патрушева. И, кстати говоря, он считается одним из возможных преемников Владимира Путина. Вот, ну, собственно, поэтому, естественно, у нас интерес к нему появился. Насколько я понимаю, у него, в общем, хорошая репутация в том плане, что за ним не числилось каких-то коррупционных скандалов и так далее. Да, верно. Каких-то громких скандалов коррупционных действительно с ним не связано. Более того, были расследования о том, что у него есть какие-то крупные активы, вроде там, недвижимости под Москвой, но при этом он довольно долго курировал сельское хозяйство, будучи главой государственного Россельхозбанка, и у него там была достаточно приличная, ну, если не сказать, большая зарплата. Собственно, по нашим подсчетам, он там около миллиарда рублей мог заработать за то время, пока был штурвал Россельхозбанка, и потом еще он в совет директоров Газпрома входит, ну, то есть у него все там достаточно прилично. В каких он отношениях с Путиным, на каком он счету? Очевидно, что с Путиным он в хороших отношениях, даже, наверное, более того, потому что, ну, во-первых, он сын его близкого товарища, и, вероятно, Путин знал Дмитрия Патрушева еще, знаете, когда он под стол пешком ходил, а, во-вторых, о том, что их связи, их взаимодействия какое-то, ну, чуть больше, чем формальное, говорит то, что Путин себе позволяет хохмить над Дмитрием Патрушевым, в общем, делать это относительно часто, и, ну, говорят, что Путин себе не позволяет обычно, ну, вот, с какими-то людьми, с которыми у него нет близких отношений, вот так фамильярничать, а в случае с Дмитрием Патрушевым это происходит довольно часто, и вот, собственно, тоже такой показатель того, что они друг друга хорошо знают, и Путин к нему хорошо относится. Ну, по-доброму хохмить, если по-доброму применимо к Путину, конечно. Да, видимо, так. Вы пишете, что Патрушеву принадлежит термин неодворяне, что это за термин, кто это такие? Да, неодворяне или новые дворяне, новое дворянство, так, Николай Патрушев, то есть Патрушев старший, глава клана Патрушевых, он так назвал сотрудников ФСБ в 2000 году. Было такое, ну, громкое интервью, которое разошлось на цитаты, по-моему, комсомольской правде, он это рассказывал. Суть, в общем-то, сводилась к тому, что сотрудники ФСБ, а он, к слову, в то время возглавлял ФСБ, они, ну, не просто те, кто как-то там нас прослушивают, за нами подглядывают и там, ну, как-то неприятно, значит, себя ведут по отношению к российским гражданам, а это вообще-то, чтобы вот вы, российские граждане, понимали, это такая особая каста, которая, ну, пользуется привилегированным положением, очевидно, и, в общем-то, они такие новые дворяне. И в доказательство этого Патрушев даже, ну, я так понимаю, решил идти чуть дальше, не ограничился одними словами, а еще и в 2007 году получил дворянский титул. там ему даровала его наследница Романовых, и вот он, ну, так сказать, в некотором смысле стал дворянином еще и на бумажке. Там есть разные мнения насчет того, насколько вот эта госпожа Романова, там, Мария Владимировна, может или не может эти титулы даровать. Ну, вот формально он обзавелся бумажкой, этот титул дворянский распространяется не только на него, но и на членов его семьи. У них даже есть герб, мы его, собственно, показываем. Расследование называется «Джентльмены у дачи», что, собственно, не так с его дачей, ведь она и в России находится, не где-то за границей, и, судя по всему, не очень дорогая. Действительно, он там проводит время, как вы пишете, а что не так? Да, не очень дорогая, но надо оговариваться по меркам российских высокопоставленных чиновников, потому что, ну, для нормального обычного человека потратить 2 миллиона долларов в целом, наверное, на жилье, ну, не всегда возможно, мягко говоря, а тут еще это просто одна из дач, по сути, ну, там, находящаяся где-то в Твери, просто там для такого загородного отдыха. Но вы правы, дача такая в целом не то чтобы дворец, но если к ней приглядеться, что мы, собственно, и сделали, то оказывается, что всплывают какие-то, ну, такие достаточно сомнительные связи Дмитрия Патрушева с людьми, которых он, в общем-то, курирует и курировал, и до сих пор курирует, будучи там то сначала главой Россельхозбанка, то будучи самым высокопоставленным чиновником, который курирует сельское хозяйство министром и вот сейчас вице-премьером. Если говорить конкретно, то суть в том, что изначально земли, на которых стоит эта дача, они принадлежали агрохолдингу довольно крупному местному Тверскому, и, соответственно, бизнесмен, который владеет этим агрохолдингом, Сергей Новиков, он, ну, такой, можно сказать, приближенный Дмитрия Патрушева, потому что, ну, они, очевидно, друг друга давно знают. Патрушев даже в прошлом году вручил ему медаль ордена за заслуги перед Отечеством, которую перед этим за полгода до, значит, своим указом даровал этому Новику Владимир Путин. Ну, и, к слову, так уж случилось, что формально земли, на которых находится дача Патрушевых, они принадлежали, собственно, этому Новику прям лично. Но, как нам рассказывает источник, это нисколько не смущало Патрушевых, они приезжали, в этом месте у них там стоит коттедж, они справляют там Новый год, а в прошлом году, собственно, через примерно месяц после того, как вот эту замечательную медаль ордена получил Сергей Новиков, уже все формальности завершились, и эту землю передали гражданской жене Дмитрия Патрушева, то есть, теперь они уже все реальные владельцы. Хотя ее тоже припрятали за таким словосочетанием Российская Федерация, это тоже такое относительно ноу-хау российских чиновников, прятать себя и своих родственников под названием Российская Федерация, чтобы их не нашли там какие-то расследователи разного рода, как там журналистские, так и гражданские, не знаю, возможно, даже от чиновников они так прячут. То есть, для вас, как для расследователя, если вы видите где-то в документах Российская Федерация, это уже знак, что может быть там что-то кто-то стоит. Безусловно, безусловно, это уже давно так, это ну такой прям яркий флажок, говорящий о том, что что-то здесь нечисто, ну потому что что за Российская Федерация там владеет какими-то коттеджами, это довольно странно. А вот вы упомянули гражданскую жену, я как раз хотела о ней спросить, кто тайная жена Дмитрия Патрушева и что на нее еще оформлено? Ну ее тайную жену Дмитрия Патрушева зовут Марина Артемьева, они ну судя по расследованиям наших коллег познакомились в 2009 году и как уже узнали мы у них есть пятеро общих детей. Ну собственно сама Марина Артемьева она известна в узких кругах как там руководитель канала о моде World Fashion Channel который к слову в свое время приобрел бизнесмен близкий к Патрушеву Игорь Кисаев он в общем-то миллиардер ну то есть у него состояние долларовое в миллиардах. Так вот на Артемьеву как раз оформлена эта вот дача она ее по договору купли-продажи получила вот Сергея Новикова но кроме этого на нее еще оформлена куча разного имущества это и поместье в Подмосковье это и коттедж огромный под Москвой это ну в чертах Москвы это Серебряный Бор у нее две квартиры в новейшем жилом комплексе под названием Золотой ну собственно Золотой он в том числе потому что его окна выходят непосредственно на Кремль ну и еще там что называется что-то по мелочи все вместе примерно на 30 миллионов долларов и что тут важно отметить вот в самом начале я сказал что она является гражданской женой то есть официально их отношения с Патрушевым младшим они не оформлены и это позволяет Дмитрию Патрушеву не указывать всю вот эту недвижимость у себя в декларации которую он обязан как чиновник подавать таким образом у проверяющих не только у там журналистов и каких-то гражданских активистов но и у реальных проверяющих там все эти декларации сотрудников возможно того контрольных управлений администрации президента у них не возникнет вопросов откуда собственно взялись средства на всю эту недвижимость потому что ее просто нет в декларации Сергей у меня в заключении такой скорее философский вопрос вот все это конечно мы уже неоднократно слышали видели в других расследованиях о самых разных российских чиновниках дача дворец тайная жена то есть такой дворца в одном случае нет но есть вот дача такая то есть этот набор в общем нам известен почему об этом важно говорить снова и снова и разоблачать все новых фигурантов вот этой большой такой российской коррупции у меня взгляд на это такой ну вот вы действительно правы что довольно много там можно сказать уже бесчетное количество существуют расследований на тему путинского окружения и их богатств но ведь это все уже такие престарелые люди и в целом про них много чего известно ну вот грядет новое поколение так называемое путинской аристократии и в целом ну вот допустим тот же самый Дмитрий Патрушев нельзя сказать что он прям как-то ярый сторонник например войны с Украиной в целом причем насколько мне известно он даже под санкциями не находится и ну в общем это говорит о том что ну его репутация она ну как бы чиста он такой гражданский в принципе министр и ну уже вице-премьер даже и в свое там в какой-то момент ну теоретически раз уж его рассматривают в списке этих возможных преемников Путина ну кто-то может у него сделать ставку и начать его раскручивать ну вот в случае с вот этими прекрасными наследниками тоже на мой взгляд важно показывать ну что как говорится яблоко от яблони недалеко падает и вот нужно это все иметь в виду то есть это в том числе ответ для тех кто ждет Лебединого озера ответ на вопрос а можно ли надеяться на более молодое поколение я бы сказал можно ли надеяться на более молодое поколение из путинского окружения потому что ну конечно нужно надеяться на более молодое поколение на кого еще там остается надеяться но вот нужно все-таки ну как-то отслеживать происхождение этих возможных будущих там так сказать политических звезд это Сергей Титов журналист проекта система автор расследования о Дмитрии Патрушеве кстати в этом материале есть еще один любопытный любопытный момент оказывается Патрушев младший имеет отношение к нашумевшей истории с кокаином из Аргентины помните несколько лет назад при школе в школе при российском посольстве в Аргентине нашли почти 400 килограммов кокаина причем тут Патрушев все рассказывать не буду вы узнаете об этом если прочитаете публикацию наших коллег из проекта система ссылку мы как всегда опубликуем в описании к этому видео я Ксения Туркова вы смотрели программу дистанция до встречи через неделю до встречи на встречи до встречи Субтитры сделал DimaTorzok